Здравствуйте, дорогие друзья! Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Суходов Алексей, и сегодня мы с Сергеем Анатольевичем проведем для вас вводный технико-экономический вебинар по технологии Skyway. То есть этот вебинар ориентирован по большей части на новичков, и пока что мы эти вебинары Сергеем Анатольевичем ведем, но в скором времени мы будем вводить систему, сокращать, дублицировать, потому что сейчас мы уже на самом деле одновременно начинаем находиться в разных регионах, в разных городах, иногда странах. На вечерний вебинар сразу хотел бы, дорогие друзья, всем сделать анонс, подключиться зам директора по развитию международной группы компании Skyway Виктор Бабурин. То есть мы вводим иногда практику введения именно втроем вебинаров вечерних. На дневных Виктор не будет присутствовать, несмотря на то, что теоретически он может включиться, но время Виктора сейчас становится все более и более ценным, потому что недавно Виктор Бабурин вернулся с Восточной Африки, с Танзании, с командировки, и об этом мы уже непосредственно на расширенном технико-экономическом вебинаре обязательно расскажем. Но для тех, кто в первый раз, дорогие друзья, пожалуйста, ответьте на опросник. Если вы вдруг по какой-то причине не можете ответить на опросник, то просто поставьте в чате один либо ноль. Таким образом мы будем понимать, в какой раз вы присутствуете на вебинаре. И повторюсь, вебинары для новичков у нас в первую очередь ориентированы действительно для новичков. То есть если, соответственно, поток будет минимальный, то так как мы, Сергей Анатольевич, по крайней мере, планируем наши вебинары автоматизировать, то есть сделать их профессиональные записи, то вводные вебинары мы будем сокращать и минимизировать. Но пока что интерес есть, поэтому вы видите и слышите в принципе одну и ту же информацию, но всегда с разной подачей мы не можем, как попугая, всегда говорить одно и то же, с одними и теми же эмоциями. Мы не роботы, это люди. И, дорогие друзья, сегодня мы расскажем как раз-таки о том, что будет сменять эпоху компьютеров, эпоху смартфонов, эпоху также микропроцессорной электроники, пьезоэффекта и многого-много другого, без чего мы на сегодняшний день, дорогие друзья, просто не можем представить свою жизнь. И, собственно, то, что раньше казалось неизведанным, странным и сложным, сейчас кажется абсолютно обыденным, простым и обычным. И без этого действительно нельзя представить жизнь. И основная логика капитализации компании в этом технологическом укладе, в котором мы живем, заключается в том, чтобы создать массовый рынок, которым будут пользоваться все. И, дорогие друзья, мы как раз-таки вам сегодня поведаем о технологии Skyway, о струнном транспорте Анатолия Эдуардовича Юницкого, который действительно изменит жизнь более 99% населения Земли. И так же, как когда-то перевернул в жизни привычную ранее человека интернет, и как появились соцсети, операционные системы при появлении компьютера, соответственно, соцсети при появлении интернет, сейчас мессенджеры, сейчас очень серьезно развиваются финансовые технологии. То есть, фактически с помощью обычного мобильного телефона мы, дорогие друзья, можем перемещать не просто деньги внутри онлайн-банкинга, но и соответствующее приложение сейчас планирует внедрять максимальный перевод денег, независимо от банков, уже внутри мобильных приложений. И я могу вас обрадовать, что с такими организациями мы также ведем переговоры, это как раз-таки так же нам на руку, потому что хотелось бы с минимальными комиссиями совершать инвестиции в проект Skyway. Будущую мировую транспортную энергетическую коммуникационную сеть Transnet, я бы добавил всегда социальную, а также финансовую, которая так же, как ранее, на кремниевых технологиях на свойстве пьезоэффекта, то есть это модуляция электромагнитной волны через кремний, и, соответственно, так же будет составлять основу струнная технология, струна, предварительно напряженная конструкция. Не будем на этом вебинаре сильно углубляться в технику, дорогие друзья, но я хотел бы задронуть очень важную вещь для нас, для нас, действительно для всех с вами, это перемещение с точку А в точку Б. Вдумайтесь, насколько эффективным или неэффективным на сегодняшний день сегодня идет перелет на самолете, переезд на поезде, переезд даже на автобусе, потому что нужно ожидать автобуса, нужно ждать следующего автобуса, если предыдущий уехал, и если говорить уже про транспортно-логистические, грузовые перевозки, то тут вообще замораживаются буквально сотни, миллионы, иногда десятки миллионов долларов в, соответственно, днях, неделях, месяцах и даже полугодия транспортно-логистических пробок. И, дорогие друзья, та технология, которая решит эту проблему, она будет действительно преобладающей на мировом масштабном глобальном рынке. И как раз таки SkyWay это то недостающее звено будущей мировой логистики, которое мы с вами развиваем и которое неизбежно изменит качество перемещения, качество жизни нас с вами. И точно так же, как сейчас, мы с вами можем включиться в любой фактически точки мира, в информационную сеть интернет, скачать любую информацию. То есть, что такое интернет? Интернет это фактически из любой точки зрения, точки мира, скачивание информации. То есть, вы можете взять любую информацию из любого места и пользоваться ей. Так точно так же, дорогие друзья, на самом деле уже пора перемещаться транспорту с точки А в точку Б, с высокими скоростями, без необходимости ожидания транспорта. Я специально говорю максимально простыми словами, дорогие друзья, потому что именно это затрагивает до глубины души тех людей, которые начинают участвовать в проекте SkyWay. Именно житейские проблемы, именно опоздание из-за транспорта. Что вы будете делать, если, допустим, среди наших русских зим, если говорить про россиян, выпал снег, не дай бог гололед. И не то, что на машине, на своей, невозможно добраться, но и даже автобусы буксуют, скатываются из атосклон. И на самом деле это неэффективно. И должен быть более эффективный транспорт. Мы знаем, какой транспорт и какие транспортные инфраструктуры это будут. Но все началось, дорогие друзья, еще в 77-м году, когда Анатолий Эдуардович Юницкий представил концепцию всему миру. Мир еще, естественно, об этом не знал, но первого поколения струнных технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого. Это были первые эскизы, это были первые наработки. И, собственно, очень стремительно началась мозговая деятельность. Анатолий Эдуардович всегда желал не только струнный транспорт развить, но и в первую очередь все началось с концепции общепланетного транспортного средства. То есть я не буду вдаваться в подробности. Кому интересно струнные дороги на Земле и в космосе, струнные технологии на Земле и в космосе, монографию изучите, посмотрите. Ссылочку я сброшу. Очень интересное издание с формулами, с расчетами, с обоснованиями. И, собственно, вот общепланетное транспортное средство начало как раз вот эта концепция развития струнных технологий вообще на планете. Анатолий Эдуардович бы это все задумал не просто так, для того, чтобы вынести промышленность в открытый космос и для того, чтобы нашу матушку Землю действительно избавить от непосильно тяжелой ноши, тяжелой индустрии, промышленной индустрии, которая загрязняет воздух. И, собственно, уже ввиду оптимизации общепланетного транспортного средства, которое теоретически будет простираться на длину всего экватора, то есть 40 тысяч километров. И далее за счет раскрутки маховика линейного электродвигателя, то есть вот вернемся к слайду, справа вверху вы видите эту конструкцию, создается магнитное поле, создаются, соответственно, центробежные силы, вся эта конструкция одновременно и поднимается, и расширяется чуть менее чем на полтора процента. И, собственно, вот эта вся конструкция действительно совершит революцию. Почему я говорю совершит? Потому что, ну, мое мнение, что той командой, действительно, той командой международной, с которой мы сегодня уже с вами работаем, это более 300 тысяч 50 людей, которые либо просто заинтересованы развитием, либо просто зарегистрировались, либо просто наблюдают за проектом. Но вы понимаете, как только мы построим эко-технопарк, сколько людей стремительно начнут присоединяться к международной корпорации Skyway. Именно для поддержания той технологии, которая может очистить нашу экологию, как когда-то была экология загрязнена, соответственно, нефтью, и еще не было даже вообще разговора о переработке нефти. И во времена Рокфеллера, как раз таки вот Рокфеллер, пустил нефтепроводы, ввел понятие именно переработки нефти, и сырой нефти, соответственно, уже сформировался бизнес переработки нефти и перегонки нефти через нефтепроводы. Но даже нефтепроводы, дамы и господа, можно сделать более эффективными и саму концепцию перемещения нефти, газа с помощью струнных технологий. Ну и на слайде вы увидите такую уже космическую картинку. Дорогие друзья, это вот как раз таки концепция жереля вокруг Земли общепланетарного транспортного средства. И как раз таки за счет оптимизации общепланетарного транспортного средства, за счет минимизации расходов материалов, вообще упрощения самого принципа действия данной конструкции и данного действительно очень серьезного масштабного глобального инфраструктурного сооружения, инженерного гениального сооружения, был создан струнный транспорт, то есть бирельсовый, с минимальным использованием материала, с минимальным использованием, соответственно, стали, бетона, железа и так далее, металлоконструкции. И испытания начались в нулевых годах, очень примечательных, дорогие друзья, именно для россиян, то есть многие в 90-х годах поднялись из пепла, буквально говоря, и, соответственно, сформировались так называемые олигархи и так далее, то есть сформировались определенные элиты. И на самом деле в 2000-х годах очень серьезным драйвером был Александр Иванович Лебедь, это замечательный генерал, это действительно отзывчивый, честный, добропорядочный, но одновременно жесткий человек, который был претендентом на пост главы государства в том числе, но, к сожалению, он погиб, и как раз-таки Лебедь Александр Иванович при знакомстве с Сибиряковым Сергеем Анатольевичем, соответственно, уже оказал огромный вклад и профинансировал первый испытательный тестовый участок технопарк в городе Озера Московской области. Испытания происходили с 2001 по 2009 год, и очень много исследований было сделано на подвижной лаборатории, мы называем ЗИЛ, уходящий в небо, и как раз-таки это было уже второе поколение технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого, то есть струнных технологий. На сегодняшний день мы развиваем уже четвертое поколение, и вот этот ЗИЛ, это действительно пронесение сквозь время, сквозь года технологии SkyWay, то есть более 39 лет уже развивается сама технология, и Анатолий Эдуардович с Костяком, так скажем, и к Костяку присоединились, и лидеры, которые умеют выстраивать сети, оказали посильное влияние на развитие краудинвестинга, народного финансирования, и как раз-таки после 2009 года, и также ряда переговоров с потенциальными крупными инвесторами, с потенциальными крупными олигархами, предпринимателями, политическими деятелями, которые теоретически могли закрыть финансирование всей технологии, но все заканчивалось одним и тем же образом, эти люди желали владеть технологией, ничего не давать изобретателю, действительно, Леонардо да Винчи нашего времени, Анатолию Эдуардовичу Ницкому. Анатолий Эдуардович, естественно, этого никак не мог допустить, и в 2013 году началась эра, я не побоюсь этого слова, действительно, эра, это эпоха в развитии сети Transnet, начала краудинвестинга, и только по этой причине, дорогие друзья, мы сегодня с вами слушаем этот вебинар, я, соответственно, веду этот вебинар, я бы и, возможно, не стал бы настолько погружаться в технологию, потенциально адресные проекты и так далее, если бы это не развивалось через народное финансирование. Думайтесь то, дорогие друзья, что раньше такие возможности были доступны только серьезным, крупным, венчурным предпринимателям, и вход в подобные технологии был от нескольких десятков миллионов, как минимум, как максимум, это несколько сотен миллионов долларов. Сегодня, действительно, каждый от 50 долларов может проинвестировать в данную технологию, и таким образом проекты развиваются. Это единственно правильный шаг на сегодняшний день, дорогие друзья, этому доказательство. Те этапы, которые мы уже достигли, самый главный этап, это строительство. То, что сейчас на экотехнопарке в Минской области, город Марина Горка, ведется днем и ночью строительство, и мы с вами, дорогие друзья, мы все с вами, а мы это люди, которые живут в самых различных точках земного шара, развиваем городской пассажирский транспорт, грузовой транспорт, высокоскоростной транспорт, и даже легкий прогулочный транспорт. То есть, Анатолий Эдуардович предусмотрел буквально все. Сама концепция легкого прогулочного транспорта появилась чуть больше шести месяцев назад, но плотно вошло это направление в номенклатуру Skyway, и без этого на сегодняшний день невозможно представить, и на самом деле вы не представляете, насколько комплексно ворвется действительно концепция и целая инфраструктура Skyway, многоуровневая инфраструктура Skyway уже в будущем. И это и будет наше основное конкурентное преимущество, потому что этого, скорее всего, не сможет повторить никто. И социальность, дешевый проезд, абсолютная безопасность, комфорт перемещения, долговечность по аналогу вантовые, висячие мосты и так далее, срок службы 100 лет, и чего не скажешь о наших современных дорогах, которые более выгодно каждый месяц ремонтировать, не каждый месяц, если, но раз в сезон, снимать целые слои, и это выгодный бизнес, дорогие друзья, но намного более выгодно зарабатывать действительно за счет услуг, по логике Skyway я вам скажу, то есть Skyway бесплатен, Viber бесплатен, но все же эти компании имеют миллиардные капитализации, на что-то существует. Ответ очень прост, то есть они трафик данных сделали бесплатными, и, соответственно, мы сделаем ближе к бесплатному, либо абсолютно бесплатным трафик и перевозку пассажиров, естественно, грузы будут перевозиться за оплату, и абсолютно экологичная технология, устойчивая к террористическим даже атакам, действительно, инновация сегодняшнего времени сможет изменить эту ситуацию, когда, ну вот я сегодня по определенным причинам проехался на общественном транспорте, и давненько не ездил, 20 рублей, 20 рублей стоит при текущей зарплате, примерно вот в Челябинске средней 20-25 тысяч, 20 рублей нужно заплатить, чтобы просто в один конец куда-либо отправиться, если туда-обратно, это уже 40 рублей, а как ездить бабушкам, как ездить дедушкам, как ездить студентам, как ездить пенсионерам, у которых едва хватает на проживание. И как раз-таки ответом на это также является технология Skyway. Действительно, народная технология, и так же, как Анатолий Эдуардович предполагает использование для любых типов сословия, любого цвета кожи, вероисповедания и так далее, ничто вам не напоминает, это фактически транспортная демократия, это фактически доступность транспорта абсолютно каждому. И те аэродинамические показатели, которые обладает подвижной состав Skyway, они действительно заслуживают внимания. То есть, если не вдаваясь в технические подробности, я могу сказать, что это более серьезно, высокоскоростном исполнении, которое вы видите справа на слайде, чем современный самолет. И даже Unibike элементарно будет достигать более серьезных показателей, чем даже хороший спортивный автомобиль, спорткар, на который сегодня сотни тысяч, иногда миллионы долларов тратят достаточно небедные люди. И Unibike также будут пользоваться популярностью, и в том числе, как у богатых людей, и также человек, даже без определенного места жительства, сможет перемещаться. Я приведу вам аналогию, дорогие друзья. Почему действительно человек, даже без работы, без определенного места жительства, сможет пользоваться? На самом деле, меня поразило более семи лет назад, когда я начал путешествовать и ездить по бизнесу, по работе по Европе, что там даже смартфоном, то есть сенсорным телефоном, я не говорю о кнопочном телефоне, пользовались люди действительно без определенного места жительства. Меня это поразило, и меня это удивило. Я могу вам сказать, что да, действительно, наш транспорт будет доступен абсолютно каждому. И по топливным затратам, чего не скажешь о городском электротранспорте, многих городов России, в том числе моего города, в нашем городе, город электротранспорт, находится в предбанкротном состоянии, и, собственно, стоимость проезда не окупает те затраты, которые несутся. Если в переводе на расход электроэнергии это 20 киловатт, это подвижной состав, вдумайтесь, 50-50 человек, то есть фактически это пол и каруса. То есть, я не помню, сколько в автобусе с гармошкой, так называемой, вмещается людей, но 50 человек это действительно весомые показатели, весомое количество. И все люди абсолютно эргономично будут находиться, вы сможете на расстоянии полу вытянутой руки стоять действительно комфортно, у вас будет свое поле, на которое не будет заходить другой пассажир, не будет такой толкучки, как у нас сегодня в маршрутках наблюдается. И что, если говорить про топливо, примерно 2-3 литра и 100 грамм на пассажира, 2-3 литра на 100 километров будет расходовать как раз-таки 50-ти местный подвижной состав. Это колоссальное преимущество, чего на самом деле на сегодняшний день не имеет ни одно транспортное средство. Если говорить про путевую структуру, то тут вообще сплошной ноу-хау, дорогие друзья. Я могу сказать, что предварительно напряженная, растянутая, закрепленная на концах анкерных опор конструкция сможет выдержать фактически все. Даже взрыв сможет выдержать. И все равно на каких-то растянутых стальных проволоках, стальных арматурных конструкциях натянутых останется висеть путевая структура. И не произойдет аварии. Чего не скажешь о современной, допустим, авиапромышленности, авиатранспорте. Чего не скажешь о железнодорожных составах, когда они действительно сходят с рельс. И чего не скажешь об автомобилях. Потому что есть статистика, и действительно сотни миллионов человеческих жизней можно уберечь в ближайшие годы, если перейти на струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Юнинского. Принцип действия и как объяснить, допустим, новичку очень прост. То есть представьте любой провод, то есть взять, допустим, какую-то конструкцию, ну вот, к примеру, у меня сейчас вот что попалось под рукой. Если я натяну и параллельно расположу эти конструкции, вот таким образом, соответственно, здесь я натяну, я могу положить даже мобильный телефон, и эта конструкция выдержит. Если я чуть-чуть ослаблю, то вся конструкция рухнет. И примерно вот в этом ключе мы объясняем даже и серьезным инвесторам в том числе, и это действительно принцип действия струнной путевой структуры. Это будет абсолютно гладкая, ровная поверхность, абсолютно бесшумная. И включим очень интересный репортаж, перерывы между водным технико-экономическим и расширенным технико-экономическим вебинаром. Вы поймете, что это действительно не пустые слова. И если сегодня не рекомендуется проживать возле железнодорожных путей сообщения, то над, под, возле, соответственно, путевой структуры, ну, над это уже совсем, так скажем, под и возле можно будет проживать, и шумовые эффекты никак не будут мешать, влиять. Не будет вот этой раскачки эффекта рельса, шпалы, когда мы перемещаемся на русских железнодорожных подвижных составах, когда буквально с кипятком нельзя вот так вот пройти, боишься обжечься. Такого, ну, если простым языком говоря, в струнной технологии, в струнном транспорте не будет. Но, дорогие друзья, это все замечательно, это все хорошо, но все не имело бы абсолютно никакого смысла, если бы сейчас мы не достигли тех этапов именно строительства, которые на сегодняшний день мы имеем. Я вам сброшу, дорогие друзья, презентацию, я ее регулярно обновляю, крайнее обновление от 15 июля на этой неделе, я также ее обновлю. И как раз-таки строительство, дорогие друзья, это основная концепция, что заставляет, буквально в смысле заставляет задуматься многих серьезных, средних, крупных и даже крупнейших предпринимателей, венчурных капиталистов, о инвестировании, о участии в формировании действительно серьезной технологии, которая может занять как минимум 30% рынка транспортного и транспортной инфраструктуры, а в идеале это может быть и 50% и более. Я перейду уже на крайние слайды, дорогие друзья, и вот вы видите первую анкерную опору, в каком виде она находилась на 22 июня. Чуть попозже я напоминаю, я вам сброшу обязательно те слайды, которые уже более свежие. И что я могу сказать, дорогие друзья, что действительно это возможность, которая бывает раз в 100 лет. И посмотрите, насколько стремительно развивалась строительство, буквально в нескольких фотографиях. У вас в августе 2015-го еще был бурьян, нечистое поле, я скажу, и очень много работы по вывозу мусора было и так далее. Нам выделили участок в Мариной горке. Уже в октябре был заложен фундамент первой анкерной опоры. Также произошли испытания модели 1 к 10. И уже 20-23 сентября этого года произойдет испытание модели 1 к 1. Впервые в мире это будет, соответственно, на инотрансе в городе Берлин, куда и мы, Сергей Анатольевич, мы все активисты, естественно, все представители ЗАО «Скрунные технологии» поедут, чтобы представлять технологии уже на мировом рынке. И как развивалось строительство буквально декабрь, январь, февраль, вы действительно можете заметить, стремительное строительство. В апреле уже фактически достраивалась первая анкерная опора, было установлено интеллектуальное струнное ограждение. Также заказы сейчас поступают в том числе на данное направление струнное интеллектуальное ограждение. Возможно, капитализация у нас пойдет также и по этому направлению. И уже в мае была начата установка и монтаж первой анкерной опоры, соответственно, второй анкерной опоры высокоскоростной и городской пассажирской совмещенной трассы. И также начался монтаж промежуточных опор уже легкой прогулочной трассы. То есть фактически сейчас ведется запараллеливание строительства, что меня очень порадовало. Скоро, дорогие друзья, начнется строительство грузовой транспортной трассы Skyway. И это действительно те результаты, которые были достигнуты только благодаря народному финансированию. И тот рекорд крупной инвестиции, которую мы имеем на сегодняшний день, я имею в виду просвершившийся факт, то есть 330 тысяч долларов. И есть уже инвестиции на несколько миллионов долларов потенциальные, но они еще не свершились, они прорабатываются, но обязательно дойдут до победного. Это действительно заслуга нас с вами, дорогие друзья. Те, кто присоединился в 2013-2014, тот, кто развивал технологию до этого, все люди, которые развивали технологию до этого, и вдруг, допустим, какие-то обязательства компании не получили, обращались и получали по своим заслугам, потому что это действительно огромный вклад в развитие. Сегодня мы можем обеспечить как свое будущее, так и своих детей, внуков, и даже не побоюсь этого слова, правнуков, действительно в настоящем, здесь и сейчас, несмотря на кризис, несмотря на те сложные экономические, политические ситуации, которые мы видим, несмотря на нависшие угрозы на мировой арене, соответственно, ряда экстремальных организаций, ряда стран, несмотря на локальные войны, также в различных странах. Как говорится, технология Skyway действительно объединяет мир, и это признавали еще различные политические, экономические деятели еще в самом начале развития технологии. В прошлом году, в начале прошлого года, к нам присоединился Рот Кук, это бывший директор транспортного департамента развития инфраструктуры Южной Австралии, и это действительно специалист колоссального, колоссального, высокого уровня, который с нами не просто сотрудничает, а он является совладельцем, учредителем Skyway Transport Австралии, который занимается адресными проектами в Австралии. Это, дорогие друзья, реалии сегодня, на сегодняшний момент развития. Но все же те люди, которые по какой-то причине не верят в проект, не желают инвестировать, мы предлагаем вам в Тест-Драйв и получить просто минимальный пакет обязательств Skyway просто за регистрацию. Как вы распорядитесь своим временем, своим информационным потоком, почитаете ли вы, проанализируете, зависит от вас. В этом и заключается Тест-Драйв. То есть в любом случае опцион этот не бесконечный, и также великолепно, как Анатолий Эдуардович рассчитал всю конструкцию в инженерных, технических расчетах, также великолепно он и все специалисты ЗАО «Струнные технологии» рассчитали и финансовую составляющую. И это действительно замечательная причина, дорогие друзья, потому что технических рисков на сегодняшний день нет абсолютно. Финансовые риски сокращаются каждым днем все больше и больше, все больше людей действительно в геометрической прогрессии присоединяются к развитию нашего проекта. И это основная причина. Не молчать, а бежать и рассказывать окружающим людям, друзьям, недругам, знакомым и незнакомым людям об существовании проекта Skyway. А человек уже сам примет решение, потому что такой возможности далее может и не быть. Но уже такой вот взгляд действительно с высоты полета более 15 лет участия в развитии проекта Skyway поведает нам Сергей Анатольевич Собиряков. Это тот человек, который как раз таки убедил Лебедя Александра Ивановича в финансировании технологии Skyway. Это тот человек, который был в прошлом чиновник. Так, друзья, добрый день. Как видно, как слышно. Знаете, это каждый раз с нового места. Так. Отлично. Благодарю Алексею за вводную презентацию. Я Алексея слушаю, у него с каждым разом все более емко и более конкретно подачи информации. Но здесь, друзья, это естественный процесс, потому что такая практика, какая у нас с Алексеем за эти два года ведения вебинаров, конференций, вот, конечно, это существенные опыты, когда люди горят проектом, когда люди участвуют всей душой в проектах. А Алексей находится в самом острие именно и получения информации, общения непосредственно с Виктором Бабуриным, с Антонием Дуарчим Девиницким, со мной. То есть это та информация, которая есть в развитии всего проекта, как говорится, в самом ее эпицентре. Ну и, конечно, по работоспособности я могу сказать, что мы с Алексеем, по-моему, максимум проводили 8 вебинаров в день, вот, я в которых участвовал в 6, а 8 проводил Алексей или совместно, или один. Поэтому, конечно, друзья, это большой опыт. И сейчас это уже практически используется и практически очень приносит большое значение, когда ведутся переговоры уже с чиновниками высокого уровня. Мы показывали уже на наших вебинарах, на прямых трансляциях в Перископе наши переговоры с министром транспорта, там, на позапрошлой неделе Словакии, и с крупным бизнесом, который работает и в Африке, и в Европе. И сейчас, вот, Виктор Бабурин вернулся, по-моему, вчера, с Танзанией. Он сегодня вечером, кстати, будет у нас, уже традиционно мы будем делать на троих, вебинар будет включаться с последними новостями о Танзании. Соответственно, Алексей сейчас готовится к презентации руководства Алжира. Сначала послу, консулу и крупному бизнесу в Париже, а потом уже непосредственно президенту Алжирской Республики. Поэтому, это, друзья, тоже работа вся активно набирает обороты. И дальше мы будем видеть и Виктора, и Алексея. Меня меньше, потому что я языков столько не знаю, поэтому я буду, возможно, по русскоязычным странам и аудиториям передвигаться. Но результат, который сейчас действительно готовится, он очень-очень важен. Для нас сегодня крайняя задача, которая стоит прямо перед нашей компанией в ближайшее время, это, конечно, проведение экотеха, то есть выставки инновационных технологий в сфере транспорта, куда приглашаются мировые лидеры именно с точки зрения концепции подачи транспортной технологии. И то, что туда пригласили Антон Даршу Яницкого, то, что туда пригласили компанию в ЗАО «Струнные технологии», говорит о том, что сегодня именно мировая технологическая элита, технологическая общественность присматривается очень серьезно к развитию струнных технологий. И Алексей уже сказал, что эмбрионный период развития этой технологии уже в прошлом, то есть когда об этом знали только узкий круг специалистов, инженеров и круг инвесторов, которые это все финансировали. Этот период длился более 40 лет. 15 лет этот период проходил в России на моих глазах, я подключился к этому периоду и даже имел некоторые отношения к запуску полигона в озерах, как уже Алексей сказал. И еще ряд вопросов по продвижению проекта. На сегодняшний момент три года идет уже совсем новый этап. Это уже формирование технологии Skyway. То есть это бренд новый, который возник три года назад именно из СТЮ «Струнные технологии» Юницкого. И возник он не просто так, это реально такая очень логичная система развития. И когда ЗИЛ на фоне облаков на очень ажурной конструкции, которой практически не видно уже с расстояния 300 метров, соответственно возникло ощущение, что это небесная дорога и что ЗИЛ просто уходит в облака. Естественно, родилась идея, очень красивое брендовое название, когда Анатолий Дович мне предложил первый раз, я даже помню, в момент мы с ним шли, обсуждали, он говорит, а вот как ты смотришь, если струнные технологии будут называться Skyway? Знаете, друзья, у меня ровно полсекунды ушло на то, чтобы подумать, понять и сказать, что да, это крайне интересные вещи. И действительно, сейчас все показало, что именно Skyway – это новый бренд, новая и самая суть технологии, которые сегодня, за которым идет инженерная школа, инженера Юницкого и, соответственно, технологическая, целая трияда технологий, которую мы назвали уже именно исходя из инженерной школы, технологической школы Юницкого, родилась целая группа технологий, которые сегодня выходят уже под брендом SkyTech. SkyTech – это то, что идет следом за хай-теком, то есть с высокими технологиями, с чем сегодня ассоциируют интернет, то есть интернет-пространство, пятый технологический уклад и, соответственно, то, что сегодня определило технологическое развитие за последние 30 лет. И мы видели и гигантский рост капитализации компаний, такие как Apple, который дал основное потребительское свойство интернета. Мы сегодня через смартфон и через приложение пользуемся сегодня тем, что дал нам сегодня интернет. Соответственно, мы видим героев нашего времени, это те, кто создал крупнейшие компании по капитализации, те, кто создал крупнейшие бизнесы, те, кто создал серьезнейшие направления именно в хай-теке. И это то, что мы сейчас анализируем, показываем, и это анализ того, что сегодня происходит и делает. И когда мы говорим, что рост акций Apple за 27 лет прошел более чем 3600 раз при емкости рынка сегодня IT или хай-тек технологий в 7 триллионов долларов из 70 триллионной мировой экономики. Соответственно, дальше анализируя то, как будет развиваться, мы, естественно, уже как школа, которая, базируясь на технологиях инженерной школы, уже делает макроэкономические прогнозы. И мы сегодня вот с Алексеем реально входим в клуб ведущих футурологов мира, и более того, мы амбициозно, я бы сказал, без некоторой ложной скромности заявляемся, что мы лидеры, и то, что мы прогнозируем, это единственная правда, а очень многие, кто сегодня называют себя футурологами или сегодня занимаются прогнозом, стоят на ложном или несбыточном пути. И здесь это уже можно говорить, что я в этом направлении 15 лет, а прогнозы обычно делают 30-летние, и 15 лет – это половина срока прогноза, который был сделан мой в 2000 году, исходя из анализа тех технологий, которые я проводил, уже изучая технологическую основу, технологическую школу, которую предложил Анатолий Дорчевницкий. И сейчас можно точно утверждать, что все направление идет только в создании струнного транспорта, именно в Skyway, в построении сети Транснет, и дальше идет уже полное замыкание системы, как в свое время интернет замкнулся, и из любой точки в любую точку сегодня можно звонить практически платно и без ограничения по передаче информации. Сегодня есть, конечно, еще места, где плохой интернет, но таких мест уже найти, ну, скажем так, довольно-таки тяжело, хотя, приведу такой пример, есть город почти с 200-тысячным населением Норильской, где нет вообще интернета. Хорошо это или плохо, друзья, в данном случае анализировать тяжело, но на всяком случае это уже становится уникальным. Есть страны, такие как Северная Корея, где нет общего доступа к интернету, но это тоже, друзья, уже исключение, чем, соответственно, правило. И мы все видели с вами, как Виктор Бабурин, находясь в Танзании, проводя встречи каждый вечер в Перископе, в онлайне, делал видеоотчет, общался с аудиторией, и это, друзья, как раз показывает о том, что интернет и развивался очень бурно, и еще будет очень бурно и активно развиваться. Так вот, друзья, это то, что прошло на наших глазах за последние 25 лет. И 25 лет большинство из нас первый раз услышало слово компьютер, чуть позже слово интернет, потом увидели этот компьютер, потом стали подключаться к интернету, а сегодня это наша повседневность, без которой жить уже невозможно. Соответственно, дальше весь технологический и финансовый мир уже адаптировав и переварив вот этот бурный рост и, соответственно, взрывные капитализации, которые показали компании, сегодня уже готовы и ищут технологии, которые будут следующими по капитализации, следующими по взрывному росту, следующими по тому, что будут давать рост компании. И здесь уже, исходя из научной разработки, исходя из готовности технологий, которые сегодня входят уже в финансовый и технологический мир, то есть уже готовятся компании, уже готовятся целые институты по то, как будет использоваться и развиваться технологии SkyWay. Это как раз и есть группа компаний SkyWay, куда входят не только КБЗАУ, струнные технологии туда, это огромная группа уже на сегодняшний момент, куда входят уже десятки и десятки компаний и авторитетнейших людей. Мы много говорили о Роди Хуки. Это финансовый, серьезный бизнесмен, бывший чиновник, человек, который очень серьезно занимался и политикой в Австралии, сегодня вхож в самые верхние круги. И он сегодня является представителем компании SkyWay в Австралии, возглавляет управляющую компанию SkyWay Австралии. Он привлекает сегодня крупнейших бизнесменов, политиков в работу этой компании. И мы уже приводили примерно в прошлом вебинаре, когда мы с Алексеем проводили переговоры с очень крупным представителем компании, которая ведет бизнес в Латинской Америке и в Африке, и в Саудовской Аравии. И когда разлучало о том, что Род Хук наш партнер, он возглавляет компанию, то сразу человек, который вел переговоры, говорит, все, мы тогда уходим от всех технических вопросов, у меня все достаточно. Если Род Хук уже удостоверился, а когда он увидел, что он дважды посещал экотехнопарк в Марино-Горку под Минском, он сказал, что все, этот вопрос переходим уже к организационной форме, как строится непосредственно уже организация бизнеса. Это уже доказательство того, что когда такого люди авторитетного плана являются нашими партнерами, то для тех, для кого Род Хук эксперт и для кого является авторитетом, сразу же принимают это как должное. И мне как раз смешно читать, когда начинаются рассмышления, учел ли инженер Юницкий колебания, вибрации, ветровые нагрузки, тепловое расширение, колебания почвы и еще сотни факторов. Друзья, скажу вам по секрету, что все учел. Более того, как приводил пример Виктор Бабурин разговора Рода Хука с Юницким, когда Род Хук сказал, что «Антон Иванович, мы все задаем вопросы, вы их отвечаете. Вот скажите, а есть ли хоть одна мелочь, которая не продумана сегодня в струнных технологиях или в Skyway?» Юницкий ответил, что я занимаюсь этим 40 лет. Естественно, что ни одной мелочи, не продуманной сегодня нет. Реализовано еще не все. Показано будет со временем. Но непродуманных вещей сегодня нет. И дальше уже буквально на наших глазах рождаются следующие концепции. И здесь смешно думать, когда нас сравнивают с Илоном Маском, хайперлупом, потому что первое, с чем я познакомился с технологиями Юницкий, это не струнные технологии, а ОТС, общепланетарная транспортная система, которая состоит из вакуумной трубы и в которой на магнитном подвесе движется маховик. Друзья, почитайте монографию Юницкий об этом еще 36 лет назад говорил. И наоборот, обратно счетом он пришел к струнным технологиям. И сегодня, утверждая или говорить о том, что Илон Маск или инженеры, которые разрабатывали, правда там сегодня не все гладко в этом государстве, Илона Маска и все, что связано с хайперлупом, там идут большие уже скандалы и финансовые претензии между партнерами. Это говорит о том, что не так просто развиваются технологии и не так просто. Но с другой стороны, друзья, если посмотреть историю развития Skyway за последние 5, 10, 15 лет, то тоже очень много, к сожалению, и драматических моментов, и скандалов, и разногласий, и даже судебных разбирательств с бывшими партнерами, это тоже, друзья, присуще любому проекту, присуще любому крупному предприятию развития технологий, какой является Skyway. Так вот, на сегодняшний момент такие партнеры, как Ротхук, они отвечают на все вопросы. Для тех, кто не знает, или для кого Ротхук не авторитет, но, друзья, это его проблема. Так же, как сегодня готовится ряд финансовых уже механизмов по работе, и там задействованы уже крупнейшие институты оценки. Это уже и Маккензи, и Pricewaterhouse, и еще ряд крупнейших институтов. Когда я тут выйдем на финансовый серьезный рынок, то есть подготовка уже к обороту бумаг, когда уже будет реально размещение на публичных площадках, то там будут наши партнерами, там такие компании, как Маккензи, с кем сегодня ведется активное сотрудничество. И на вопрос мне, когда, а кто такой Маккензи или что это за институт, друзья, я здесь прекращаю всякие разговоры и сразу говорю, что, друзья, нам не о чем говорить. Все разговоры у нас на этом закончены. Это так же, как если я бы разговаривал о музыке и потом на вопрос о том, что, как вы относитесь к Моцарту, мне бы кто-то задал вопрос, а кто такой Моцар? И при этом это люди, которые утверждают, что они являются знатоками в области музыки, понимаете, так сказать. Поэтому тут сразу есть такой очень интересный анекдот. Это по поводу поездки Виктора Бабурина. Я его расскажу во второй части. Он очень такой показательный. Так вот, друзья, моя задача, и мы с Алексеем, когда доводим и для новичков, и тех, кто приходит и приводит людей на вот этот вводный вебинар, наша задача рассказать, показать о проекте. Для тех, кто уже знает, друзья, мы не ставим целью, там, у нас 10, 15, 20 новичков, кстати, это всегда очень мало, потому что проект должен активнейшим и активнейшим образом развиваться. Но вот мы как-то на одной планке встали, вот, приходят постоянно новички, значит, соответственно, кто-то перестает быть постоянным, присутствовать на этих вебинарах. Но мы, начиная с сентября, будем менять резко нашу систему вещания, работы, общения и проведения конференций, именно исходя из того, что начинает работать крупный бизнес, начинает работать новые структуры. И мы, конечно, будем в основном ориентироваться уже на работу с крупными инвесторами, на работу с крупными фондами, на представление уже именно для тех, кто профессионально и крупными суммами входит в работу. А здесь наша с вами основная задача, которая была за вот эти два с половиной года, 16 октября будет трехлетие проекта, 16 октября была зарегистрирована первая компания в Лондоне, Евразия, на Rail Skyway. И мы создали сегодня систему доведения информации, сегодня несколько фондов, десятки вебинаров в неделю по различным направлениям, по различным спикерам, по различным лидерам. Сегодня идут, и вот мы две недели назад провели такой цикл конференций, так у нас за шесть конференций только вживую посетило более полутора тысяч человек, это с кем мы лично пообщались, ответили на все вопросы. И это, естественно, дает и приток новых людей, которые, получая ответы на вопросы, подключаются к проекту, и приток новых инвестиций, потому что нам сегодня ни на секунду нельзя сбавить обороты, потому что та ответственность, которая лежит на именно Юницком, как человеке, который презентует новое направление транспортной отрасли на ближайшие 30-50 лет, а это очень большая ответственность. И это, друзья, произойдет 21-23 сентября в Берлине на мировой выставке инноваций в сфере транспорта, где представляют основные концепты. И как раз к этому времени Юницкий показывает, обосновывает и уже демонстрирует именно образцы подвижного состава, которые будут доставлены на эту выставку, а в октябре уже будут продемонстрированы именно ходовые качества и ходовые возможности Skyway. Это то, что все ждут, это тот вопрос, а есть ли технология, а есть ли за тем, что говорит Юницкий, правда или нет. И в сентябре месяце все эти вопросы будут сняты, и вопрос о том, есть ли технология или нет, будет отвечен. Значит, соответственно, в октябре месяце будет закончен уже непосредственно испытание, и мы перейдем уже к постоянной демонстрации технологии по тому, как демонстрировать и показывать именно саму технологию. Ну все, друзья, давайте на этом тогда мы нашу вводную часть заканчиваем. Давайте сейчас небольшой перерыв, как всегда, и через буквально 5-10 минут мы продолжим уже непосредственно во второй части для тех, кто...